Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 17 апреля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это День памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Ивана. В переводе с древнееврейского это имя означает «помилованный Богом». Небесным покровителем его является священномученик Иоанн Вечерко, пресвитер. Священномученик родился в конце 19 века в Минской губернии в семье псаломщика. Получив духовное образование, Иван Мартинович был рукоположен во священника. В 1920 году, когда губерния была оккупирована польскими войсками, дом батюшки стал для офицеров укрытием. Однако, относились они к нему не очень дружелюбно, так как он защищал своих прихожан, крестьян. В конце концов, поляки арестовали отца Иоанна и отправили в тюрьму. Через несколько лет священника вновь арестовали по обвинению в несвоевременной уплате налогов. Вернувшись из тюрьмы, он продолжил служение в родной церкви. Но тут власти решили закрыть храм и стали требовать уплаты еще больших налогов. Своих средств у отца Иоанна не осталось, и он ходил по домам крестьян, прося помощь. Некоторые жертвовали, у других приходилось брать в долг. Видя, что священник продолжает отстаивать храм, сотрудники ОГПУ арестовали членов церковного совета, а вскоре и самого батюшку. Свою вину священник не признал. Через несколько месяцев его приговорили к расстрелу и погребли в безвестной могиле. Еще один именинник – Иосиф, небесным покровителем которого считается преподобный Иосиф Печерский, многоболезненный. Преподобный жил в XIV веке. Однажды в тяжелой болезни он обратился к Богу с молитвой, которая исходила из самого его сердца. Несчастный дал обет – если Господь дарует ему здоровье, то он будет служить братьям Киево-Печерского монастыря до конца дней своих. Молитва многоболезненного страдальца была услышана, и Всевышний исцелил его. После преподобный поступил в монастырь, принял иноческий постриг, стал усердно трудиться в подвигах поста и молитвы и с любовью служить братьям. Так, сдержав свое обещание, Иоанн прожил в монастыре до конца жизни и был погребен в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. А вы знаете, что Иосиф – это древнееврейское имя, которое означает «Бог приумножит». А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Георгия, Зосиму, Вениамина, Никифора, Николая и Марию. Самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok